Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Андрей Раукоу кировал белорусской армии больше за 5 годов. В новом статусе мая намер удосконаливать национальную систему безопасности. Я вчера, в общем-то, принял решение о назначении вас на секретаря Совета Безопасности, государственным секретарем. Естественно, освободились должности, и я не счел нужным с этим тянуть. Мы люди военные, время непростое, не значит, что завтра война, и нам с кем-то придется воевать, ни в коем случае. Но военная организация не терпит неопределенности, скажем так. Госсекретарят – это орган, который помогает президенту работать с силовым блоком. Хорошо, что у нас еще и глава администрации. Человек очень близкий к этим вопросам, разбирается и понимает. Думаю, что мне немножко полегче будет в этом плане. Но, тем не менее, госсекретарь в силу сложившейся практики обладает очень большими полномочиями и большой у него диапазон самостоятельности. Поэтому это очень важная сфера. Естественно, из всего силового блока важнейшее место занимает армия, не умоляя, конечно. И вашей бывшей структуры, и милиции тоже очень большая структура, МЧС, пограничные войска и так далее. Но, тем не менее, армия есть армия, и армией руководит всегда очень подготовленный человек, должен руководить. В данном случае я вижу Андрея Алексеевича таковым. Министерство обороны с этого дня означалевая экс-командующий войсками заходного оперативного командования Виктор Хрынин. Керавником Генерального штаба Узбройных сил назначен Александр Вальфович, ранее первый наместник начальника этого управления. Президент не утойвает, что кандидатуры на этой посады разглядались несколько месяцев. Задача новых керавников – поднять значность войсков. А кроме того, Александр Лукашенко звернул увагу на необходимость эффективного взаимодействия всех структур силового блока. И еще одна официальная встреча этого дня. Федерация профсоюзов Беларуси рыхтуется провести 8-й съезд. Масштабное мероприемство пройдет в конце лютого. Про это сегодня в Палаце незалежности говорили президент Беларуси и старшиня Федерации профсоюзов Михаил Орда. Керавник державы означал роль организации в громадском и политическом жизни страны. Ну а на Великий профсоюзный съезд приедут 511 делегатов из всей республики. На парадку дня подведение выника в праце организации за минулое 5 годов, принятие программы Федерации на будущую пятигодку и выборы керующих органов. Я поручил главе администрации и правительству подключиться к этому процессу. Процессу не только самого проведения съезда, но и, если нужна будет поддержка на местах, чтобы могли организовать выборы делегатов, чтобы это было демократично и прилично, чтобы пальцем потом не тыкали, потому что желающих же много. Даже после сегодняшнего разговора начнут обвинять профсоюзов, что они уже партией стали и чуть ли не главную роль играют в политическом процессе. Ну, на этом заморачиваться не надо. Вы человек опытный, я это знаю. Ну и чтобы профсоюзы гордились той ролью, которую они сегодня играют в нашем современном обществе. Это непростое время. Люди разные, естественно. Кто-то так, кто-то этак будет судачить по этому поводу. Но все должны понимать, не дай бог, какие-то трудные времена нам понадобятся. И профсоюзы, и комсомол, по-старому говоря, наша организация молодежная. Все организации будут задействованы, не дай бог, конечно, этих трудных времен. Поэтому мы ориентируемся стратегически и выстраиваем свою жизнь. И люди должны это понимать. Поэтому съезд мы должны провести достойно, должны провести красиво. Примали удел представники Федерации профсоюзов и уголовной политической подеи 2019 года. Александр Лукашенко подяковал Федерации профсоюзов в Беларуси за активный удел у парламентской выборчей кампании. Амаль 10 тысяч человек от объединения працевали у выборкамах. Означим, что Федерации профсоюзов проводят великую работу по обороне працевных. Так, за 4 года специалисты выявили больше 200 тысяч порушений у законодавства о праце. Больше затое наймальники у первоважной большинства выпадков выращали проблему. По потребованию объединения работникам выплатили каля 20 миллионов рублей. Як правило, гэта альбо незаконно утрыманная, альбо невыплачанная сродки. Угомель Транснафта Дружба завершила распочатый 15-го студеня рамонт участка нафтопровода Мазыр-Брест-3. Транзит российской нафты про стерриторию Беларуси протягивается у полным объеме. У ходе рамонта на 17-м и 30-м километрах участка специалисты заименили две секции трубопровода. Нагадаем, ранее при доследовании там были выявлены серьезные дефекты. Работы по их ликвидации проводились у круглосуточном режиме и завершились у вызначенный термин. Тут все накладывается, трубопровод уже больше 50 лет работает и есть естественная коррозия, есть всяческие другие факторы, которые влияют на качество трубы. Но, как и во всех случаях после ремонта, дефектные секции отдаются на экспертизу, которая устанавливает, правильно ли мы сделали, что заменили эти трубопроводы и вид дефектов. На период ремонтных работ продукционность ланцужка по транспортировке нафты была знишена до оговорных с партнерами объемов. Как удокладнили на предприемстве, транзит российской нафты «ПРАС Беларусь» протягивается у штатным режиме. Транзит идет в соответствии с графиком посуточным на месяц. Транзит осуществляется в направлении Польши и Украины, а дальше Венгрия и Словакия. Часть периодически мы откачиваем на мозыльский нефтеперерабатывающий завод. Усе затекавленные баки у тымлику российская компания «Транснафта» были загадзе проинформованы о планах по проведению ремонту. На предприемстве «Гомель Транснафта Дружба» поведомили, что такие работы на трубопроводе будут проходить что месяц. Складенный докладный график. Программа минулого года по будовнести на Гомельщине станции обезжелезвания выкана на полном объеме. Чистую пятную воду стали отримливать каля 30 тысяч абонентов. В этом году ответная работа будет протягнута. Пятную воду, которая отвечает санитарным потребованиям, я еще необходимо провести омаль у 200 населенных пунктов региона. Ситуацию выучали наши корреспонденты. Агрогородок Жгунь в Добуржском районе один из самых великих сельских населенных пунктов. Проблема с обеспечением чистой пятной водой тут была напылно завсюды. В рамках державной программы «Комфортное жилье» на приконце минулого года на ускрайку агрогородка пробурыли две 270-метровые сведровины и побудовали станцию обезжелезвания. Установка работает по принципу упрощенной аэрации, где исходная вода обогащается кислородом и двухвалентное железо выпадает в осадок. Согласно показателям, количество железа в воде на входе в станцию составляет 0,54 миллиграмма на дециметр кубических, на выходе 0,1, что соответствует нормам СанПин. Значное перевышение допущенных нормативов железа – проблема практически у всей Гомельской области. Отсутность в населенных пунктах станции обезжелезвания приводится не только до коррозии инженерных сеток, а и проблем со здоровьем у людей. А тому лет из-за ее выращения взялись кардинально. На 2019 год имелось в наличии 84 станции обезжелезвания. С проведенным мониторингом и планом мероприятий, который был определен на 2019 год, построено и введено в эксплуатацию в 2019 году 42 станции обезжелезвания. Не меньше, чем летость побудует станция обезжелезвания и в этом году. Проведены мониторинг, свечи, потребы у чистой пятной води мают еще около 200 населенных пунктов Гомельской области. Сгодно с программой «Комфортное жилье» отповедные работы повинны быть завершены в 2025 году. Правда, только станциями обезжелезвания в решении питания не обмежевывается, особенно в сельской мясовости. У шмат яких везках вода у колодежа становится все меньше пригодной для пеття. В Гомельском районе, где таких колодежа больше, чем 1200, эту ситуацию ведут добро. Могчима после завершения будовництва станция обезжелезвания и уладкования централизованного водозабеспечения, потребы у колодежной воде сникнет. Алипакуль коммунальники несут довольно значные затраты. Есть перспективные населенные пункты, есть нет, где-то остаются только дачники. И, конечно, когда водоразбор в колодцах меньше, то и качество воды, конечно, происходит застой. Поэтому необходимо нам нести затраты по чистке колодцев больше. Мы берем, конечно, согласно графиков пробы, но когда эти пробы не удовлетворяют, то, конечно, незапланированная чистка колодцев происходит у нас. Олег Сентюров, Евгения Кухаронак, Евгения Макеенко, телерадио «Компания Гомель». От государственной до приватной формы уластности. В Гомельской области все большая количество предприятий переутворяется в открытой акционерной товаристве. В условиях рыночной экономики это самая распространенная организационная правовая форма предпринимательства. Открытые акционерные товариства появились 30 лет тому. За этот час такую форму уластности отримали свыше 900 предпринимателей в нашем регионе. Это другое место у республицы после Минска. Комитет Гомель-Аблмайомости у этой галине представлял интересы державы и уластника, примав удел у реорганизации держпродприемства у товаристве. У вынику переутворения на весь кошт державной уластности выпускаются акции. И они мают однольковый номинальный кошт и дают уладальнику право удельничать у керовании предприемства и получать частную прибытку в виде дивидендов. Пик акционирования предприемства у республиканской уластности пришелся на конец 90-х годов минулогоста годы и на 2008-2010 годы. Приклады «Спартак», «Мазырский НПЗ», «Гомельбудматериалы», «Фабрика 8-я Саковика», «Каментерн», «Гомельский домоводовничий комбинат», «Химзавод», «Кришталь» и многие другие. Летость новую форму уластности отримали два предприемства региона. Одно предприятие преобразовано из районной коммунальной собственности в Калинковическом районе, это Калинковический завод бытовой химии. Второе предприятие – это предприятие Лоевского района, сельскохозяйственное унитарное предприятие «Урожайный». На 2020 год пока предложение не поступало, на сегодняшний день ведутся проработки, пока предприятия в планы не включены. Я думаю, что в ближайшее время у нас будут результаты и планы будут размещены, опубликованы на нашем сайте. Зараз у коммунальной властности Гомельской области находятся колясо 100 предприемств, которые могут быть переутворены в открытые акционерные товариства. Корисный подарок отримали юные Мазиране от мясовых уладов. В райцентре добре опорадковали 11 детских пляцовок. Температурная лояльность самой холодной пары годы в этом сезоне сыграла на руку и коммунальным службам. Мазирский райвиканкам выдатковал грошовые сродки, а райжилкам газу в свою чергу оперативно уладковал детящее пляцовки. За данные средства обустроено 11 площадок, в том числе 6 площадок в Парке Победа, на бульваре Юности, Страханицкой, скверах Янки-Купалы и нефтестроителей. Также 5 площадок на придомовых территориях по улице Студенческой, Малининой, Веры Хоружей, улице Пролетарской, Социалистической. Также в рамках капитального ремонта улицы Пушкина 39, 45, 37 установлены формы в прилегающем сквере в районе ДК «Строитель». На каждой площадке установлены игровые и спортивные комплексы, качели, балансиры, турники, скамейки и другие формы для организации досуга жителей города с детьми. Перед установкой детских пляцовок была старанно проанализованная ситуация по микрорайонах и особных дворах. При этом уличывались так само пожадания мясовых же хоров. В приоритете, конечно, дворы с наибольшей концентрацией детей. Без уваги не засталась и историчная частка мазера. А самую великую детскую пляцовку установили в Центральном парке. В Гомельском кадетском училище организовали вечерину для детей и хворых на церебральный паралич. Такое мероприемство тут пройшло в третий раз и, хоть за все, станет традиционным. В святе, которое ладила кадетское училище разом с организацией «Белая Русь», принимают удел практически все новученцы. Некто допомогает хворым детям трапить на третий поверх, где находится зала, остальные отказывают за музыкальную и мастерскую самодействие. В уголе танцевать кадетам приходится часто, а несколько дней тому они приняли удел у первом областном кадетском бале. Вечерина, проведенная для детей и хворых на ДЦП, корисная для усіх. Дети с проблемами физичного развития мают смахшима степенуться сиротодногодков и принять удел у организованных для их святочных мероприемствах. Для кадетов это урок гуманизму и супероживания. Мы создали волоснерскую группу «Остров доброты», в которую входят почти все газеты, и мы помогаем детям инвалидам с ДЦП. То есть мы каждый год организовываем рождественские пасхальные праздники. Добрых людей все равно больше. Я столкнулась сама со своим ребенком, который у меня лежащий был, и я знаю, что очень многие люди просто откликались. И простые смертные, и медики есть очень хорошие. То есть добрых людей все равно больше. На любом уровне. Это и другие новинки вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomil.by На этом выпуск завершен. Спасибо за внимание. До встречи в эфире. Эфир телеканала «Белару-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. В Мозере совершено разбойное нападение супругов в их собственной квартире. Женщина открыла двери двоим незнакомцам, которые представились сотрудниками спецподразделения. После чего семейная чета была связана, а их сбережения похищены. Преступление было совершено в пятницу днем в одном из многоквартирных домов райцентра. После того, как мужчины в масках покинули квартиру, женщина смогла самостоятельно освободиться и позвонила в милицию. Нападавшим удалось скрыться. Все наряды милиции ориентированы на розыск неизвестных. Следователи с участием экспертов провели осмотр, проведены допросы потерпевших. Возбуждено уголовное дело. Мозырьские милиционеры задержали хулигана, который разбил стекло витрины в одной из аптек районного центра. Инцидент произошел в минувший вторник, сообщили в УВД. Виной всему неудержимое желание во что бы то ни стало принять спиртосодержащее лекарство. В ходе разверательства было установлено, что провизор аптеки отказалась дать пьяному хулигану одну бутылку боярышника, так как у мужчины при себе не имелось денежных средств. Придя в ярость, мужчина нанес удар рукой стекло витрины, и оно разбилось. Посетитель вышел из помещения на улицу и сразу же был задержан сотрудниками милиции. По данному факту проводится проверка, по результатам которой действием дебошира будет дана правовая оценка. За выходные в области был совершен ряд дорожно-транспортных происшествий, и, к сожалению, не обошлось без человеческих жертв. В Реческом районе в субботу под колесами БМВ оказался пешеход. Трагедия произошла около 11 часов вечера на 25-м километре автодороги Речица-Лоев. По предварительной информации, пешеход внезапно вышел на проезжую часть, где был на него совершен наезд автомобилем БМВ. Пешеход не был обозначен свето-возвращающими элементами. В результате происшествия пешеход погиб на месте ДТП. С начала текущего года это уже 11 наезд на пешеходов, совершенный на территории Гомельской области. Пять человек погибли, и шесть получили телесные повреждения. При этом 10 дорожно-транспортных происшествий произошло в темное время суток. Восемь пешеходов не были обозначены свето-возвращающими элементами. В минувшую субботу на пожаре в Октярском районе погибли два человека. Возгорание дома в деревне Зарижье произошло около 17 часов. К месту происшествия выехали спасатели. При проведении разведки спасателями на полу в дверном проеме горящей комнаты был обнаружен хозяин дома 60-го года рождения. При проведении дальнейшей разведки спасателями на кровати в горящей комнате был обнаружен его брат 54-го года рождения. Пожар локализован и ликвидирован спасателями. Причина пожара устанавливается, рассматриваем версия, неосторожное обращение с огнем при курении. Огнем повреждены потолочные перекрытия дома, стены, а также имущество в доме. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз погибших. Предварительно курение также могло послужить причиной пожара, произошедшего минувшей ночью в Гомеле. Около трех часов спасателям поступило сообщение о задымлении в подъезде многоэтажки по улице Давыдовская. По прибытии выявлено открытое горение в квартире, расположенной на пятом этаже. С верхних этажей были эвакуированы пять человек, которые в медицинской помощи не нуждались. Пожар ликвидировали. В результате уничтожено имущество в комнате и прихожей, закопчены стены и потолок. Пострадавших нет. Следователи совместно с судебными экспертами выясняют обстоятельства гибели мужчины, тело которого обнаружено в заливе реки Сож, недалеко от деревни Оссавца и Гомельского района. О происшествии в оперативную дежурную службу МЧС утром 19 января сообщили прохожие. Водолазы достали из полыни тела мужчины. Рядом были топор и удочка. Глубина в этом месте около трех метров. Сейчас проводится проверка, выясняются обстоятельства гибели. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4 Гомель» новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Сборная Гомельской области выиграла командный зачет юниорского первенства Беларуси «Пудзюдо». Турнир принимал Могилев. У девушек в активе семь наград. Победы в своих весовых категориях праздновали Александр Коновалова, Полина Слесаренко, Анна Буракова и Виктория Новикова. Лишь в финале потерпели поражение Евгения Сенгаевская и Елизавета Карабут. Бронза у Марии Глёзы. Девушки в итоговом протоколе заняли первую строку. У мужчин третье место и пять наград. Два золота у Егора Трухана и Сергея Короткевича. С бронзовыми наградами домой отправились Вячеслав Чуешков, Никита Воробьев и Вадим Марков. Успешное выступление позволило сборной Гомельской области занять итоговое первое место в командном зачете первенства. В Минске завершился открытый Кубок Беларуси по современному пятиборью. Чемпионкой турнира стала гомельчанка Ирина Просенцова. Десятку соревнований среди женщин замкнула еще одна представительница нашего региона Елизавета Левша. У мужчин выше всех поднялся Евгений Орел. У него девятое место. Женская команда гонбольного клуба «Гомельс» Победы стартовала в новом календарном году. Подопечные Тумажа Чаттера не заметили сопротивления Вобруйской Березины. Домашняя Виктория со счетом 42-22. В ближайшую среду гомельчанки на выезде играют против городничанки. А в субботу 25 января домашний матч с дублем столичного БНТУ. В чемпионате Беларуси по мини-футболу сыгран 13-й тур. Гомельская ВЧ продолжает лидировать. Подопечные Дмитрия Камека на выезде довольно уверенно обыграли столицу 5-1. Поражение столичной команды позволило гомельскому ВРЗ улучшить свое турнирное положение. Магоностроители на домашнем паркете без проблем разобрались с «Динамо» БНТУ 8-0 и поднялись на третье место. Хит-трик в этом поединке на счету Евгения Чернейко. Светлогорские ЦКК, несмотря на выездное поражение от Минска, 1-4 продолжает занимать седьмую строку турнирной таблицы. Очередной эпизод Полесского дерби. Гомель и Жлобинский Металлург завтра в очередной раз сойдутся в рамках чемпионата страны в экстралиге. Матч пройдет в Гомельском ледовом дворце. Начало в 19.00. Рыси в предыдущем туре уступили столичной юности 3-4. Столивары в серии буллитов одолели «Динамо» Молодечном 3-2. В турнирной таблице Металлург и Гомель соседи 5-6 места соответственно. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова